Кто они? Самые неудачные модели за последнюю четверть века. Зарубежное автомобильное издание Автомир составило рейтинг самых худших. Да-да, они не претендуют на абсолют. Наверняка у зрителей найдутся аргументы в поддержку той или иной модели, ровно как и появятся встречные предложения, каких автомобилей в нем не хватает. Так давайте разбираться вместе. Привет, друзья, мы на канале ProAvto, и это 20 худших автомобилей в мире. Итак, 20-я строчка и Mitsubishi Space Star. Как говорят, нельзя войти в одну реку дважды. Space Star – реинкарнация, современное прочтение классического Mitsubishi Koi. Но, увы, удачный компактный ситикар и космическая звезда совершенно разного полиягоды. Современная его версия стоит дорого, под капотом шумные и прожорливые двигатели. Сегодня внешней красотой электронными помощниками вообще никого не удивишь. Особенно если эта красота требует от владельца жертв, прежде всего финансовых. По итогу провал на рынке и 20-я строчка рейтинга. Чуть выше – Aston Martin Signet. Не в свои сани, не садись. Или не будь Aston Martin. Автомобиль, начисто лишенный рыночного смысла, скорее курьез в истории АМ. Компании, которая никогда не гналась за массовыми покупателями. И сама идеология ситикара звучит диссонансом, когда речь идет об Aston Martin. Фактически это золотая Toyota IQ. Премиальные материалы и начинка от Aston Martin V6 Vintage S. В результате городская машинка с минимальным выбросом CO2 стала золотой. И все владельцы Aston Martin просто улыбнулись. А на 18-й строчке BMW X6. И пожалуй, это самая неоднозначная машина в этом рейтинге. Нет, X6 – хорошая машина. А X6M вообще феноменальная. Но тут трудно не согласиться с Джереми Кларксоном из Top Gear. Именно он назвал BMW X6 самым тупым автомобилем в мире. Вы спросите, почему? Так потому что сочетание внедорожник и купе уже по факту не имеет никакого смысла. Большое не может быть маленьким. Одно исключает другое по определению. Рассуждая здраво, если вам нужен классический баварский внедорожник, это X5. А если вы хотите что-то поменьше, в линейке того же BMW есть что выбрать. Интересно, что скажут через 25 лет про BMW X7? На 17-й строчке Maybach 5762. По замыслу Mercedes, новые модели должны были стать великим возвращением легендарного бренда. Во все окружении, в сиянии века и славы. Но дело обернулось провалом. Мало кто хотел купить роскошный автомобиль за большие деньги, который слишком сильно смахивал на тогдашний Mercedes C-класса. Главные претензии были к внешности машины. Дизайн не вызывал однозначной реакции. В нем не было того, что требуют для люкс автомобиля. 100% попадание и абсолютный вау-эффект значительно страдал. В итоге машина была снята с продаж, не выдержав конкуренции с более опытными и успешными Роллс-Ройсом и Бентли. Чуть выше Санг Йонг Родиус. Как говорится, как встретили, так и проводили. Подежки приняли, и этого оказалось достаточно. Экстравагантная затея корейцев сделать из семейного минивана роскошную яхту просто провалилась. Немного нашлось желающий, кто в трезвом рассудке, да к тому же и в сопровождении семьи согласится сесть в автомобиль, больше напоминающий катафал. Вероятно, дилеры Санг Йонг были удивлены не меньше клиентов, которые отказывались выстраиваться в очередь за такой семейной ценностью. К тому же у Родиус был тяжеловат и плохо управлялся. На пятнадцатой строчке джип Компас. И не все золото, что блестит. И не все джипы одинаковые. В том смысле, что не все из них являются внедорожниками. Компас из их числа. Построен он на одной базе с Dodge Caliber. Это легкий кроссовер с высоким ценником. Конкуренты обходят его практически по всем показателям, включая качество салона и неуместный аппетит двигателя. Как итог, провал на рынке и закрытие продаж. Едем дальше. После того, как шведский Saab перешел полностью под контроль General Motors, представленный в 2004 году Saab 97X оказался и самым дорогим внедорожником General Motors и самым дорогим Saab. Роскошно отделанный он продавался в основном в Северной Америке, а также на Востоке, включая Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Машина стала клоном многих американских среднеразмерных внедорожников. Ее даже называли Troil Blazer за явное сходство с Chevrolet Trailblazer. Скорее всего, отсутствие своего лица, которое неудачно компенсировалось очень высоким ценником, привело к тому, что внедорожный Saab оказался просто неудел. И вот он на 13-й строчке Dodge Caliber, который амбициозно заявлял, что Caliber станет конкурентом Golf. Он, да, больше, лучше оснащен и у него есть свой стиль. Но вышло, что вышло, ни то, ни сё. Машина изначально задумывалась как кроссовер, но позже решили, что Марке нужен легковой автомобиль. В итоге солидный экипированный салон, полный фарш электроники, но подвеска больше подходила к американским дорогам. И несмотря на общую платформу с Jeep Compass и на брутальный угловатый дизайн, по своей комплектации Caliber кроссовером просто не являлся. Оттуда и крах. Следом Nissan Micro C++. Когда машина появилась, ходила шутка. Лучше всего она выглядит в розовом. И это было главным достоинством Cabrio на базе Micro. Кто-то из журналистов метко заметил, что Micro C++ один из немногих автомобилей, у которого нет достоинств. Она выглядела слишком инфантильно, у неё были слабые двигатели. Кузовные болячки проявлялись сразу после того, как убиралась крыша. Без неё жёсткость конструкции была низкая. Японцы быстро поняли, что автомобиль облажался. И Micro C++ просто испарилась. Одиннадцатая строчка и Peugeot 1007. При всех своих креативных находках автомобиль не прижился. Главной достопримечательностью были очень широкие сдвижные двери. Они действовали от электропривода. Но работа такого Сезама на колёсах оказалась травмоопасной. Двери могли поранить, например, руку. Это владельцы выяснили, использовав в качестве потенциального препятствия пивную банку. По ней как будто асфальтный каток проехал. Ещё хуже, что в сильный мороз полозья направляющие, по которым ходили двери, могли просто замёрзнуть, и было невозможно пойти или выйти. Они пачкались и пачкали одежду. Также они были хлопанными в обслуживании, да и в целом машина была слишком дорогой. Десятку лидеров открывает Citroën C3 Pluriel. Игрущный автомобиль был безнадёжно непрактичным. Прежде всего, съёмная крышка Бриолет, которая должна была по замыслу конструкторов стать предметом гордости владельцев оказалась для них подлинным кошмаром. Она безбожно протекала из-за плохого уплотнения. Ещё хуже, верх не хотел складываться. Эту операцию надо было планировать за несколько дней вперёд и тратить на неё не минуты, а часы. Но венцом дизайна оказалось, что разобранные дуги некуда убрать. Словом, идеальный автомобиль для африканской пустыни. У него не было полного привода. Может быть, в этом дело? На девятой строчке Chrysler Crossfire. И это несчастливое дитя от брака по расчёту. Chrysler и Daimler. Сегодня очень трудно сделать удачным автомобиль, используя злые компоненты, заготовленные для другой машины. Словом, Crossfire был создан с использованием почти всех деталей Mercedes SLK. В результате получилась машина с плохой подвеской и плохой системой рулевого управления, которая просто провалилась в продажах. Восьмая строчка и BMW седьмой серии. Ещё один пример, что дьявол кроется в деталях. При всей захватывающей внешности и производительности многие клиенты, опробовав прототип инфоразвлекательной системы iDrive, убеждённо шли к дилерам Mercedes и покупали свой S-класс. Несмотря на свою инновационность и крутизну, система была не доведена до ума. Прежде всего, это касалось компонентов меню. Они отвлекали много времени и были неудобны в использовании. Со временем баварцы решили эту проблему, и сегодняшний iDrive гораздо проще и дружелюбнее. На седьмой строчке Lexus SC430. Японцы предполагали, что среднеразмерное купе составит конкуренцию Mercedes SL. Но не случилось. Прежде всего, он не был люкс-автомобилем. Качество отделки, материалов салона и комплектация соответствовали скорее бизнес-классу. В остальном, кабриолет был надёжным и безотказным автомобилем с настоящим японским качеством. Но всё равно, не срослось и продажи не пошли. Строчкой выше Jaguar X-Type. Если коротко, слишком дорогой Ford Mondeo. Модель создавалась, когда бренд Jaguar ещё был частью корпорации Ford, наряду с Land Rover и Aston Martin. Американцы попытались раскрутить респектабельную марку, предложив более дешёвую модель, которая должна была привлечь более молодых клиентов. Поэтому X-Type выглядит как эскиз джентльменского XJ. Что неубедительно. И было немного охотников приобрести этот автомобиль представительского класса, который бы ездил как все. Да и строился X-Type из тех же компонентов, что и всемирный Ford. В итоге негативную роль сыграл недальновидный маркетинг. Клиенты Егора привыкли к лучшему. И считали, что автомобиль бренда должен быть единственным и неповторимым в своём роде. Пятёрку лидеров открывает Chrysler PT Cruiser. Появился он на волне моды на ретро стиль. Симпатичная внешность, функциональность, несмотря на скромные габариты. PT оказался очень выносливой лошадкой, которую можно даже было использовать как универсал. В своё время Cruiser рассматривался на рынке Европы как серьёзная иномарка. Недорогая и компактная. Другое дело, что подвеска оказалась не готова к европейским дорожным условиям. В самом Chrysler говорили, что для адаптации модели к европейским стандартам надо использовать более толстые пружины и более жёсткие амортизаторы. Также на фоне европейских одноклассников салон сильно проигрывал. По итогу, как и все ранее перечисленные модели, данный автомобиль провалился. На четвёртой строчке Lancia Libra. На фоне Fiat другой итальянец Libra кажется записным красавцем. Всего было построено 165 тысяч экземпляров. Машина стояла на удачном шасси Alfa Romeo 156, но из-за неудачных настроек подвески ездила, увы, очень плохо. К тому же раздражало салонное оборудование. Магнитола, навигация, всё это работало с тормозами и оптимизма не добавляло. В итоге про автомобиль попросту забыли. Тройку лидеров открывает Fiat Multipla. Уж на что склонные критики. Всего и вся команда ведущих из топ-гир в своё время нарекла автомобиль автомобильным года. И было за что. Большой багажник, хорошая подвеска, довольно солидные двигатели. Отдельно надо сказать о вместимости салона. Машина строилась на базе Fiat Bravo и благодаря ширине на переднем ряду свободно усаживалась строя. Но дизайн... Не спасают и высокие боковые окна панорамы. Передок как будто начинали делать дважды. Хотя с точки зрения автомобильной эксцентрики, Multipla вполне может иметь коллекционную ценность. Именно благодаря своей странной внешности. На второй строчке Smart 4 2. Внешность оригинально приплюснутая. Прикольная. Пожалуй, вот что было наиболее привлекательно в этой машинке. Всё остальное было просто никудышным. Ужасное качество салона. Жёсткая подвеска. Невероятно слабый шумный двигатель в паре с роботизированной трансмиссией с одним сцеплением. Несмотря на небольшой объём, мотор трудно было назвать экономичным. А сама машина хорошо ездила только по ровному асфальту. По итогу полный провал продаж. Ну а вот и первое место. На нём Deo Nubira. Nubira – это плод совместных усилий нескольких европейских команд. Англичане занимали всей конструкцией в целом, немцы колдовали с движком, а итальянцы сделали дизайн кузова. Так, с миру по нитке и появилась машина, сменившая в линейке Deo модель Espera. Благодаря европейскому опыту автомобиль выглядел вполне солидно. Чем и воспользовались маркетологи, продававшие новинку вроде лимузина по цене компакт-кара. Беда состояла в том, что Nubira морально устарела ещё на дизайнерском кульмане. Поскольку устроилась на шасси времени Opel Ascona, тем не менее она неплохо продавалась и принцип дёшево и сердито вполне оправдывал себя. Но всё равно, компания считает данную модель самой неудачной в своей истории. Что ж, друзья, на сегодня это всё. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого рейтинга и какой бы автомобиль вы добавили в этот топ-20. Прорассуждаем вместе. Ну и лайк поставить не забудьте за старания и на канал подписаться, если ещё этого не сделали. Вы были на автомобильном канале ПРОАВТО. До скорых встреч.